20 марта в Санкт-Петербурге завершился турнир по смешанным единоборствам «Время новых героев». В престижных соревнованиях принимал участие и боец из «Бийска» Эльмар Гасанов. Сегодня Эльмар и его тренер Дмитрий Касьянов у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть в нашей студии. Спасибо, что приехали, нашли время для этого. Расскажите, что это был за турнир. Насколько он был престижен в целом для всех спортсменов, ну и лично для вас? Турнир, да, престижный, конечно, в городе Санкт-Петербурге. Мы уже второй раз выступаем в этой организации. Первый бой мы провели, не так получилось, что сначала отдали победу Эльмару, потом все-таки изменили решение на ничью. А второй бой сейчас мы выиграли единогласным решением судей. Организация достаточно такая престижная. В принципе, нам нравится выступать там и надеемся, что будем дальше сотрудничать. Ну, это общероссийские соревнования? Да, да. Кто был ваш соперник? Насколько он силен? Были ли какие-то сомнения, смогу ли, одолею ли? Или была уже уверенность тогда? Ну как, сомнений таких иных не было, потому что проделали очень хорошую, серьезную работу, подготовились. То есть соперник был Дмитрий Тибекин, Санкт-Петербурга, сам местный, очень такой, довольно серьезный соперник, опытный, с хорошим рекордом, таким 12-6, 12 побед, 6 поражений у него. Да, то есть подготовились к нему очень хорошо, разобрали его, то есть он больше работает в ударной технике. А что значит разобрали? То есть вы уже до того, как приехать на соревнования, знали, с кем будете выступать? Конечно, конечно. Мы так же, как и он, мы смотрели его бои. И то есть приходилось подстраиваться, какую-то технику, да, продумывать? Да, да, да. Мы, то есть, например, смотрели его бои и видели, где у него какие-то недочеты. Слабые места, да? Да, да. И старались работать именно вот на эту сторону, то есть в этом виде, чтобы показать это в бою, то есть нарабатывали это. Ну и в чем удалось подловить? То есть все ли правильно вы сделали? Ну да, по плану мы, в принципе, все сделали по плану, практически все удалось, там, за исключением некоторых мелочей. Ставка была, она сделана на скорость, на скоростные, так скажем, качества. И мы понимали прекрасно, что с ним нужно работать именно в этом направлении, что не втыкаться, так скажем, на каких-то силовых моментах, вот, а именно работать на скорость, обыгрывать на технике, потому что очень сильный соперник, габаритный, поэтому было такое решение принято, ну и оно сработало, в принципе. А вот этот вот турнир «Время новых героев», он что-то дает для спортсмена, кроме как очередная, там, в копилке победа и так далее? Ну, конечно, дает рейтинг, я думаю, то есть повышает уровень. Ну, может быть, выход на какие-то всероссийские старты. Естественно, каждая победа, каждая победа, она приближает, то есть к более серьезному уровню соперников, более серьезному уровню, более серьезным, там, гонораром, более, ну, спортсмен растет, то есть от боя к бою. То есть и в рейтинге растет, и как спортсмен растет, естественно. Вот ты сказал, что вот этот твой соперник, 12 было побед и 6 поражений, а у тебя до этого, как выйти на ринг? У меня было... Меньше, по-моему, да? Да, гораздо меньше, у меня было 3 победы, 0 поражений, 1 ничья. Ничья тоже, вот, как сказал тренер, состоялась в Сочи. Ну, 2020 год, если не считаете. В этом же году, в ноябре, да, я подрался, то есть победу отдали мне, потом через 10 дней изменили результат судейства. То есть подали... Такое бывает, да? Ну, не часто, но бывает. Не часто, на самом деле, это просто... Спустя уже время. Да, спустя время, это вообще, ну, очень часто бывает, это в любительских боях, то есть это гораздо чаще бывает. Ну, тут редко, но тоже вот подали они апелляцию, изменили решение судей, да, и я вот вышел с маленьким рекордом, 3-0-1 получается, да. А как давно вы вместе? Ну, Эльмар пришел с 15 лет тренировать, сейчас ему 22. И сразу с вами работает? Да, да. Вы в нем разглядели талант уже тогда в 15? Ну, да. А 15, это нормально для спортсмена? Я знаю, что вроде как в детстве еще хотел заниматься спортом серьезно, и только вот в 15, мне кажется, это уже солидный такой возраст для спортсмена. Ну, здесь есть нюансы. В 15 лет, в принципе, он приехал учиться с деревни, то есть, как бы, в принципе, с деревни всегда приезжают парни крепкие, так скажем. Он, в принципе, не боялся физического труда, и поэтому там, ну, и в спорте, как бы. Ну, было легче с ним работать, так скажем, чем даже вот с городскими некоторыми там ребятами. Ну, вот вы наверняка, а уже до этого был определенный опыт работы, вы сразу заметили, что в нем какой-то вот есть талант, что называется, самородок. Конечно. Чем отличался от прочих пацанов? Ну, такого яркого там, что таланта, я заметил трудолюбие сразу, а, ну, где есть трудолюбие, там можно сделать, как бы, многое, поэтому вот это я сразу заметил, да. Ну, да, определенные способности, конечно, были, но вот именно трудолюбие меня, как бы, подкупило в нем. Ну, что любит работать, любит тренироваться, любит выступать. Вот это были основные. Ну, то есть что-то кроме спорта же в жизни было, и учеба какая-то, и закончили, не закончили. Чем вообще планировали в жизни заниматься, пока вот не встретили тренера? Да, я... Как себя видели? Может, юристом хотели стать? Нет, если честно, спортом я хотел заниматься, то есть в детстве просто у меня возможностей не было, да. Потом я поступил в колледж, в Бейсинге государственного колледжа строителя, потому что отец сам строитель, ну, сам я постоянно с ним работал, то есть пока был, учился, да. Все, первый год ничем не занимался, не тренировался, с второго курса уже начал тренироваться, ходить, и все, и после двух месяцев тренер меня сразу отправил на соревнования. И учебу бросил? Нет, учебу не бросил, я учебу закончил довольно хорошо, на пять диплом сдал, да. И что не продолжил учиться, да, вот одно, что средне-специально, на высшую, ну, вот собираюсь уже сейчас на высшую подавать. Куда? На физкультурнику, на педагогике, да, высшее образование получить, и это, ну, и тренировался, то есть я так же говорю, что вот тренер увидел, у меня и все, и мне самому понравилось. Я вот когда к интервью готовилась, прочитала, что представитель бийской школы, а бийская школа, она какая-то особенная, чем она отличается? Вот прям был акцент на представитель бийской школы. Ну, потому что бийская школа, она, во-первых, есть, да, это бийская школа смешанных единоборств, у нас есть уже некоторые, несмотря на молодой вид спорта, есть традиции, успехи, есть яркие спортсмены, и в прошлом были, и сейчас есть и подрастающие, и действующие, то есть как бы в разных видах смешанных единоборств они, то есть там в рукопашном бое, в панкратионе, в боевом самбо, вот, в ММА, то есть они есть, и это бийская школа, она существует, она живет и развивается очень быстро. Далеко за пределами Алтайского края известно? Ну да, ну вот, таких примеров, в принципе, да, они есть, они существуют, то есть парни постоянно на уровне России-то выступают, конечно, но это далеко за пределами. Ну, я понимаю, что так вот, вы достаточно молодой тренер, это вот первый успешный такой ваш подопечный, не знаю, как правильно называется, или за плечами уже были подобные ребята, которые тоже прославили? Да, были, ну, в ММА это, наверное, первый такой, да, спортивный, ну, потому что вот мы специализироваться начали именно на ММА не так давно. Конечно, были в рукопашном бою, то есть парни на уровне России себя очень хорошо показывали, то есть, ну, в панкратионе, опять же, то есть было много-много достойных парней, и, как бы, сейчас, ну, сейчас это, да, это уровень профессионального спорта уже, то есть тогда мы не выходили на уровень профессионального спорта, потому что сам профессиональный спорт еще не был так развит, именно вот до нас это еще не доходило, а так, да, ММА сейчас такой спортсмен уже профессионал, то есть это нелюбительский спорт уже. А девчонки у вас в коллективе есть? Да, да. И насколько они удачно выступают? Есть, это зависит от желания самих девчонок. Как вы относитесь к тому, что девушки выходят на ринг, и вот достаточно такая нещадящая борьба идет? Ну, это их выбор, если они хотят этим заниматься, почему бы нет, им нравится. Очень много девушек также дерутся, и все выступают в чемпионки. Ну, девушки так же, как и мы, мы сами выбираем этот вид спорта. Расскажите о своих дальнейших планах, то есть вот турнир прошел достаточно значимый, ключевой, куда дальше, к чему готовимся? Сейчас мы ждем предложений от матчмейкеров, которые работают именно над поиском организации, лик, где мы будем драться, предлагать будут бои нам. Мы будем уже рассматривать варианты и готовиться уже также под конкретных соперников. Ну, теперь ждем более высокий уровень, естественно, потому что этот уровень прошли, надо двигаться дальше. А следующий уровень это какой? Что, какие соревнования есть? Ну, либо более сильных. Турниров на самом деле сейчас проводится достаточно много в России. Достаточно много даже профессиональных организаций и достаточно сильных организаций с очень талантливыми спортсменами, да. Вот. И хотелось бы начать проявлять себя там. И хотелось бы соперников уже оттуда иметь. Поэтому будем ждать сейчас. То есть каких-то ближайших перспектив? То есть вот знаем, что будет, например, в сентябре. Ну, сейчас нет, завтра может появиться, да, скажут, вот, там, пару месяцев на подготовку. Ильмар, как ты видишь свое будущее? Вот я знаю, что у спортсменов легкатлетов есть определенный там возрастной потолок, так скажем. У вас когда так, если можно выразиться, выходит на пенсию? Ну, всякое может быть. Я ничего не могу сказать. То есть это травмоопасный спорт. То есть в любую секунду может все закончится, да. Так, давайте не будем прям, если закончится, ну, какая-нибудь шишка или синяк, и ладно. Нет, всякое может быть, но о такой именно точке, как я вам могу сказать, возрастной нету. То есть 30-35, я думаю, лет до 30-35 еще можно... Какие есть примеры, то есть до какого возраста еще можно смело выходить и составлять конкуренцию успешно? Ну, тот же, много примеров, на самом деле, возрастных спортсменов. Вот Федор Миляненко, да, 45 лет выступает, достаточно успешно, да. Ну, конечно, уже надо учитывать, что организм будет с каждым годом сложнее и сложнее, потому что чем больше боев, тем больше, как бы, чем больше ему приходится организму переживать, да. Вот, и в психологическом плане, и в физическом плане, да. Хабиб Нургамагомедов, да, там, вот в 30 закончил карьеру, тоже, как бы, правильное решение, но это не большой возраст, да. То есть, я думаю, да, там, 35-37 лет. Ну, и все будет зависеть, конечно, от физических, как бы, кондиций, как будет организм позволять, так и... Ну, а в перспективе, в любом случае, может быть, на тренерскую деятельность можно переключиться, рассматривать этот вариант? Да, конечно, этот вариант тоже рассматриваем, то есть, почему бы нет, а в дальнейшем, то есть... Эльмар, вы родом из Грузии, были на родине, вот после того, как уехали, а уехали-то прям в раннем детстве? Да, был и не раз, езжу туда постоянно по отпускам. Там уже знают? Да, конечно. Кто такой? Да, да, ну как... Не просто то, что наш земляк, а вот, что известный спортсмен. Там у меня много родственников, у меня дедушка, бабушка с отцовской стороны там, дядя мой там, да, очень сильно тоже помогают, спасибо им, конечно, да, поддерживают. А и так, да, я был там, вот, после армии ездил, получается, что, год назад, да, месяц там жил, тоже ходил там, тренировался по всяким залам, то есть смотрел, что, как там вообще развито. Тем не менее, вернулся в Бийск. Ну да, но я туда совсем не уезжал, ездил, вот, отдыхать, жить там, с родными побывать. Да, вернулся также с тренером, общались, тренировались, также все было, поддерживались. Ребят, ну спасибо большое, что вы нашли время, вот, приехали к нам в студию, сегодня, я знаю, специально из Бийска, да, но дорога не очень длинная, тем не менее, и мы сумели с вами встретиться. Я вам желаю только успехов, побед, удачи и надеюсь, что увидимся в студии еще и не раз. Спасибо, спасибо.